здравствуйте сегодня готовим классную насадку для ловли белой рыбы от этой насадки не откажутся карась карп сазан лещ крупные густера плотва данная насадка сможет вас выручить когда классические червь опарыш мотыль не дают нужного эффекта приходится пробовать растительные насадки данная насадка работает как холодной воде так и в теплой то есть можно ловить круглый год на нее плюс эта насадка отлично держится на крючке что позволяет использовать ее на всех видах снастей начиная от маховой поплавочной удочки заканчивая донкой фидером резинкой в общем всем спектром оснасток все ингредиенты очень просты а время затраченное будет минимальным готовим быстро четко и понятно поехали первый очень важный ингредиент и основа нашей насадки куриное яйцо желток придаст свой аромат цвет а также насытит насадку питательными веществами которые очень нужны рыбе а белок будет выполнять склеивающую и укрепляющую функцию то есть насадка будет прочнее я даю базовый рецепт исходя из которого вы рассчитываете точное количество ингредиентов для насадки для ваших нужд то есть вам может понадобиться не одно два куриных яйца три я даю конструкцию дальше думаю вы сами разберетесь и так яйцо нужно нам целиком убиваем глубокую емкость немного вот так вот взбиваем желток пока что не полностью и добавляем сейчас краситель я добавляю зеленый можно добавлять желтый красный здесь уже по предпочтениям рыбы на отдельных водоемах вот это такой сухой краситель недорогой и теперь взбиваем яйцо такую текучую массу водянистую пенистую то есть чтоб белок желтком отлично перемешали и и заодно нас после нехитрых манипуляций получаем вот такую вот массу ярко зеленого цвета добавляем к ней следующие важные ингредиенты первый важный ингредиент и просто обожаемый рыбой это манная крупа добавляем смело 2 ложки немножко перемешиваем без фанатизма пока добавляем следующий важный ингредиент следующий важный ингредиент это пшеничная мука высшего сорта добавляем сюда также две ложки но мы будем замешивать сейчас тесто возможно нам понадобится добавить еще немножко муки манки уже будет достаточно с манкой лучше не перебарщивать она может забить насадку насадка станет деревянной но хрупкой со временем так что мы добавляем муку и вымешиваем тесто смотрим его консистенцию она не должно прилипать к рукам добавляем еще муки с этим продуктом переборщить не бойтесь мука насадки плохого ничего не сделает замешиваем это вилкой потом не боимся замарать руки краситель пищевой краситель недорогой и еще краситель это отлично отмывается водой но в насадке держится конкретно замешиваем тесто на выходе мы получаем вот такое вот замечательное тесто привлекательного яркого цвета с ароматом куриного яйца как база она уже готова она может работать на поплавочную удочку бери и лови но мы усилим его ароматикой проверенной и укрепим так что смотрим видео дальше проделываем следующие манипуляции для этого делаем из нашего теста насадочные шарики нехитрыми движениями рук и складываем в какую-то баночку емкостью пакетик в общем что есть у кого шарики делаем понятное дело разные по диаметру рыба бывает очень привередливо даже крупная рыба любить маленькие насадки так что здесь можно прогадать делаем разный диаметр и так мы сделали нужное количество нам насадочных шариков после этого отправляемся газовой плите где проделываем с ними следующие манипуляции ставим воду на огонь доводим ее до кипения и забрасываем туда наши будущие насадочные шарики после чего варим их две три минуты не больше две три минуты ждем что наши насадочные шарики варились ровно две минуты грубо говоря их нужно просто обварить они увеличились размере так что это тоже учитывайте может кого-то аккуратнее получится ну в общем так теперь нам нужно добавить к ним ароматики улучшить их свойства для этого нам понадобится укроп сушеный пересыпаем ну немного просто присыпаем укроп проверен рыбе семейства карповых он очень нравится и чеснок чеснок можно конечно выдавить можно нарезать мельче но свежий чеснок имеет свойство очень быстро бродить и портится и лучше его нарезать вот такими кусками также добавить банку с будущей нашей насадкой немножко это стряхнем и добавим чуть-чуть панировочного сухаря вот и все теперь для использования этой насадки лучше хранить ее в холодильнике и недолго пару дней и она может прийти в негодность чтобы она дольше хранилась после первых суток можно извлечь чеснок оттуда на жаре прям на улице она может быстро испортиться так что готовьте столько сколько хотите использовать насадка получается очень ароматный привлекательный на вид и на цвет очень ароматной упругой но не деревянной вот почему мы ее варили сейчас покажу как насадка ведет себя в воде не переключайтесь наша насадка в воде она будет издавать понемножку облачка пыли мути это будет укроп и панировочный сухарь который я добавил плюс насадка отлично держится на крючке так что дальние забросы ей вообще не страшны мелочь ей вообще не страшно а вот для карася крупной плотвы карпа леща она будет выглядеть очень приятно и главное имеет проверенный аромат чеснока хлеба и укропа так что ребята если видео было полезным поставьте лайк напишите комментарий не забудьте нажать колокольчик чтобы мои видео во время попадались вам на глаза а я буду снимать что-то новое и интересное всем спасибо за внимание ребята берегите природу до свидания